Дважды в истории страны премьер-министры умирали при исполнении служебных обязанностей. Когда в 1969 году умер Леви Эшколь, правительство выбрало Игаля Аллона на его место на 20 дней, пока Голдомир не сформировала правительство. В ночь, когда в 1995 году был убит Ицхак Рабин, в течение полутора часов в Израиле не было премьер-министра. Потрясенные министры выбрали Шимона Переса на временную должность, пока через несколько дней он не смог сформировать постоянное правительство. Срок действия титула, исполняющий обязанности премьер-министра, истекал очень быстро. Поэтому самое большое, на что Ольмерт смел надеяться, это несколько дней в кресле премьера, пока более сильный, чем он политик, а таких было предостаточно, не завоюет доверие к Нессета. В то время он в лучшем случае мог надеяться стать вопросом в дневных телешоу для эрудитов, кто занимал пост премьер-министра менее месяца, но не Игаль Аллон. В его положении это было хоть что-то. События, которые будут разворачиваться с того снежного утра в Иерусалиме в январе 2003 года до холодной ночи на ферме Шарона в январе 2006 года, должны убедить нас в том, что мироздание действительно хотело видеть Эхуда Ольмерта премьер-министром. 18 декабря 2005 года, после встречи с Шимоном Перрисом, секретарь Шарона Мерит Данон заметила, что премьер-министр выглядит несколько растерянным. «Я неважно себя чувствую», — согласился он. Он не слишком часто жаловался, поэтому после быстрой консультации был доставлен в больницу. Когда он вышел из машины скорой помощи, он был словно в тумане и растерян. Премьер-министр не смог посчитать пальцы и прочитать время по часам. В течение 16 часов он не мог принимать решения. Такого случая в истории страны еще не было. Случалось, что премьер-министры тайно госпитализировались и страдали от разных болезней. Но Шарон был первым, кому пришлось шутить со своими врачами и убедиться, что обеспокоенные зрители дома тоже услышали шутку. Потому что времена были необычные. Несколькими неделями ранее он покинул Ликуд вместе с Ольмертом и дюжиной других товарищей, чтобы основать партию Кадима, партию одного человека, получившую в вопросах почти 50 мандатов. Когда он чихает, партия заболевает пневмонией. Если у него будет инсульт, она может умереть. Ему только что исполнилось 78, а его партии в инкубаторе едва месяц. Врачи решили не рисковать. Они решили катетеризировать Шарона для лечения порока сердца, который, по их мнению, стал причиной первого инфаркта. На три часа полной анестезии Эхуд Ольмерт наконец должен был получить полномочия премьер-министра. Назначенная дата операции – 5 января 2006 года. Накануне встретились премьер-министр и исполняющий обязанности премьер-министра. «Ты быстро вернешь мне полномочия, да?» – шутил Шарон с Ольмертом. «За три часа я могу многое успеть сделать», – ответил Ольмерт. «Только Марит не трогай», – подытожил Шарон. Сноска. Марит – секретарша Шарона. Конец сноски. Катетеризация так и не состоялась. В восемь вечера Ольмерт сидел в индийском ресторане в Иерусалиме. Шарон сидел в кресле на своей ферме и по телефону приказывал начальнику генштаба бомбить газу, и крещендо взрывов стало венцом 60 лет, в течение которых арабские террористические организации чувствовали на себе его тяжелую руку. Начальник генштаба Халуц повесил трубку со странным чувством. «Его голос звучал как-то сдавленно», – отметил он. На ферму вызвали скорую помощь. В это время Ольмерт поехал домой в сопровождении одного охранника. Он вошел в ванную, чтобы на всякий случай побриться, когда машина скорой помощи въехала на территорию больницы Адаса Эйнкерем в Иерусалиме. «Он функционирует?» – допрашивал по телефону фельдшер, секретарь кабинета министров Исраэль Маймон. «Да», – ответил фельдшер. «Кому это ты сказал, что я функционирую?» Шарон возмутился, что кто-то там сомневается в его способностях. Это были его последние слова. Телефон исполняющего обязанности премьер-министра зазвонил, пела для бритья, а все еще была на его лице. На линии был юридический советник правительства Мени Мазус и секретарь кабинета министров Исраэль Маймон. «Я предлагаю передать полномочия на неопределенный срок, пока лечение не будет завершено», – сказал Маймон и положил трубку. Ольмерт смотрел перед собой вперед. Он ничего не видел. Фар затуманил зеркало. «Это было очень символично», – сказал он мне позже, «потому что я не знал, что происходит». Не только временный премьер-министр, никто из граждан Израиля еще не понял, что эра Шарона завершилась. Я до сих пор помню, как после недели прямых трансляций четырьмя этажами ниже усиленно охраняемой палаты премьер-министра к нам, журналистам, вышел директор госпиталя Шлому Мор-Йосеф. Все микрофоны развернулись в его сторону. «Убирайтесь отсюда», – выгнал он нас. «Наша медицина не прогрессирует в темпе ваших экстренных выпусков новостей». Кто знает, если бы он этого не сказал, мы могли бы дежурить в больнице Адаса Эйнкером еще восемь лет, пока Шарон не скончался. Если бы Шарон быстро поправился, Ольмерта запомнили бы как человека, который на одну ночь возглавил страну. Если бы он скончался вскоре после этого, правительство было бы созвано и выбрало бы нового премьер-министра, скорее всего, Цепи Ливни или Шимона Переса, одного из двух гораздо более сильных и популярных политиков. Если бы Шарон не вышел из Ликуда, были бы проведены выборы. Если бы состоялись выборы, у Кадимы было бы время подготовить преемника. Но по стечению обстоятельств Ольмерт стал исполняющим обязанности, когда ни у кого в его партии не было политической силы или желания начать безобразную битву за престола наследия, в то время как премьер-министр дышал без вмешательства со стороны. Еще одно выражение, с которым граждане Израиля познакомились поближе, наряду со словом «недееспособность». Субтитры создавал DimaTorzok